привет друзья на связи mk давно это планировали сегодня я расскажу вам и покажу как собрать себе самую быструю флешку в мире вот такие компактные корпуса способны хранить до 2 терабайт данных при этом они через usb подключаются к любому пк ноутбуку или смартфону а стоит не намного дороже обычных m2 ssd потому что это и есть ssd только вот такие вот маленькие коротенькие с бешеной скоростью можно передавать фильмы десятки гигабайт за секунды с нее можно даже запустить киберпанк вообще никаких проблем но естественно не без нюансов сегодня я расскажу на что обращать внимание при сборке вот такой вот супер быстрой флешки что по троттлингу по нагреву как правильно выбрать твердотельник и кейс у меня их несколько и как собрать себе самую быструю флешку в мире на связи mk отвечаем на вопрос почему флешки со скоростями ssd бывают поехали это самый мощный планшет сяоми с огромным 12-дюймовым 3к экраном и топовой платформой snapdragon 8 gen 2 сяоми под 6s pro работает на hyper os на базе android 14 система отлично заточена под огромный 12 дюймовый дисплей удобно серфить в интернете читать книги и работать с документами благодаря соотношению сторон 3 к 2 а 6 мощных динамиков с поддержкой dolby atmos подарят полное погружение при просмотре фильмов и в играх с последними планшет справляется без всякого труда благодаря свежему флагманскому восьмиядерному чипу вместе с 12 гигабайтами быстрой озу lp ddr5x он отлично тянет современные тяжелые игрушки включая геншин и папк а в некоторых проектах можно насладиться повышенной плавностью на качественном 144 герцовом экране за место на быстром ufc 4 волноваться не придется планшете 256 или 512 гигабайт памяти а с новейшим вайфай 7 фильмы игры качаются очень быстро сяоми установила в под 6s pro мощный аккумулятор на 10000 махов а быстрая 120 ваттная зарядка позволит восполнить весь заряд всего за 35 минут за безопасность планшете отвечает удобный сканер отпечатков пальцев а фронтальная камера на 32 мегапикселя и система качественных микрофонов будут отлично справляться со звонками в зум и telegram а благодаря искусственному интеллекту планшет фиксирует основные моменты и умеет переводить голос в текст с любого языка купить сяоми под 6s pro можно в технопарке а при заказе с 14 по 26 мая вы получите в подарок клавиатуру ссылка в описании на самом деле обычными длинными кейсами для твердотельников формата 2280 уже никого не удивить у меня в пользовании уже давно даже не кейса вот такая плата на маркетплейсах их сотни от медленных саташников вплоть до корпусов с полноценными thunderbolt контроллерами которые могут раскачать pc express 4 ssd а вот дальнейшее снижение размера идет со скрипом если накопителей формата 2242 десятки то вот таких крох размером 2230 всего несколько штук и брендовых моделей только три это western digital sn530 sn740 и оем samsung pm 991 а на алике можно найти еще несколько ssd такого же форм-фактора от сомнительных производителей которые чаще всего берут брендовые накопители от vd и продают под своими наклейками не стесняясь использовать громкие названия типа микрон и крушел есть и откровенная бушкой снятая с microsoft серфейсов ну и разумеется вездесущие кинспеки сильно сэкономить тут не получится а вот потерять данные потрепать нервы в споре с продавцом можно легко поэтому стоит выбирать из двух брендов и формально vd победитель он выдает скорости до 5 гигабайт в секунду на чтение и запись тогда как samsung только 3 по сн 530 и вовсе 2 но на деле оба ssd всегда будут упираться в возможности кейсов корпусов форм-фактора 2230 немного и все они выдают скорость до 10 гигабит в секунду или по новомодному usb 3.2 gen 2 поэтому реальный потолок передачи данных 1 гигабайт в секунду нет смысла переплачивать за более быстрый vd по объемам у нас разброс от 128 гигабайт до 2 терабайт я пожадничал и выбрал модель на 512 гигов но здесь все зависит от потребностей и толщины кошелька по кейсам для разнообразия я купил два разных типа формата обычной usb флешки на магнитной крышке с бычком и светодиодом и вот такую прорезиненную хагебусу с внешним usb-c кабелем который спрятан в псевдо шнурок все эти коробочки устроены абсолютно одинаково нужно открутить один или аж 4 усиленных торкс болтика и установить внутрь ssd различия кроется в схемотехнике внутри бычьей флешки стоит контроллер от джейми крон а в юсб сишном кейсе realtek проверим кто из них быстрей прокладки в комплекте были выясним есть ли от них хоть какой-то смысл для охлаждения мини-ссдшника начнем с кристал диск инфо оба кейса используют протокол ю а спи он был создан специально для подключения внешних быстрых накопителей поддерживается вывод смарта который показывает состояние и температуру ssd а вот функция trim доступна только в тайп-сишной коробочке на контроллере realtek поэтому накопители в бычьей флешке на джейми кроне со временем могут работать медленней так как им придется перезаписывать данные поверх мусора это не касается твердотельников от самсунга которые в простое чистятся сами как коты но с другими ssd лучше присмотреться к кейсу с поддержкой trim а вот в кристал диск марки кейс над джейми кроне наоборот оказался лучше samsung в нем показал скорости чтения и записи больше гигабайта в секунду да и с мелкоблочкой результат выше порядка 25 мегабайт в секунду против 20 у коробочки на реалтеке поэтому с реальными программами и играми которые состоят из тысячи небольших файлов бычья флешка должна работать быстрее в любом случае подключение по юсб здорово снижает скорости в пк через все четыре линии пися экспресс 3.0 samsung выдает 3 гигабайта в секунду на чтение и 2 гигабайта на запись да и мелкоблочка в 2-3 раза выше но как это скажется на реальном софте проверим дальше от то диск бенчмарк подтверждает проблемы с мелкими файлами при подключении ssd через юсб скорости в 25 мегабайт в секунду можно назвать хорошими для сата твердотельников но nvme обычно в 2-3 раза быстрее что и демонстрирует samsung если подключить его напрямую в пися экспресс бенч с сди от 3d mark проверяет быстродействие накопителей для запуска игр и этот тест отдал предпочтение бычьей флешки на джейми кроне подтвердив медленность реалтековского кейса при работе с мелкими файлами разница в попугаях достигла 20 процентов результат около тысячи баллов это уровень хороших сата ssd при установке samsung напрямую в пк попугаи вырастают вдвое но это не должно быть критичным даже лучшие жесткие диски оказываются на порядок медленней ну и последний синтетический тест заполнение ssd 8 мегабайтными блоками ваида 64 конечно на деле никто не будет разом писать на флешку пол терабайта но интересно проверить как себя поведет горячий samsung в условиях компактного кейса с установленными термопрокладками хорошо видна разница в контроллерах джейми крон из бычьей флешки явно быстрее и после заполнения 50 гигабайтного динамического slc кэша пике до 1 гигабайта в секунду бывают чаще чем у реалтека из юсб сишного кейса но при этом у компактной флэхи проблемы с тепловым троттлингом проявляются сильней скорость записи на прямую в теле си ячейки падает с 400 до 300 мегабайт в секунду на протяжении всего теста а вот тайп-сишный кейс первую половину объема удерживает 400 мегабайт в секунду и лишь после этого сбрасывает скорость до 350 мегабайт итоговый результат у обоих коробочек очень близок порядка 35 минут на запись всего объема и установка samsung в пк снижает это время лишь на 5 минут это еще раз говорит о том что короткие бенчмарки типа crystal диск и а то не могут показать всех нюансов работы современных ssd заодно аида дает ответ нужны ли термопрокладки без них на полную запись самсунга в бычьей флэхе ушло 45 минут а после заполнения 20 процентов объема начался тепловой троттлинг контроллера ssd и скорость шлепнулась до 200 250 мегабайт в секунду при этом температура обоих корпусов почти не зависит от использования прокладок и составляет в конце теста аиды 55 60 градусов пальчиком горячо но придется смириться с высокими температурами при активной передачи данных все-таки полноценным контроллером нужен нормальный радиатор перейдем к реальным тестам чтения и записи закинем на флешку 4k фильм весом в 70 гигабайт здесь и из бесишный кейс впереди в нем samsung прогрелся до 60 градусов удерживая в начале скорость порядка 750 мегабайт в секунду а после окончания динамического slc кэша можно получить 400 мегабайт в секунду с прокладками бычья флешка справилась на тоненького под конец перекидывания видео температура контроллера почти дошла до критических 80 градусов но скорость samsung не скинул так что при переносе нескольких десятков гигабайт разом проблем не будет без прокладок горячий твердотельник быстро доходит до троттлинга так что итоговая скорость записи после окончания slc кэша оказалась на 50 мегабайт в секунду ниже при обратном переносе фильма ситуация аналогична с отводом тепла на корпус бычья флешка удерживает скорость выше 900 мегабайт в секунду но ценой температур близких критическим без прокладок контроллер быстро уходит в троттлинг и концу копирования скорость падает ниже 700 мегабайт в секунду а вот создатели usb-сишного кейса не зря сделали оребрение и использовали более толстый металл при чтении 70 гигабайт данных температура контроллера самсунга не превышает 60 градусов троттлинга нет и скорость удерживается выше 900 мегабайт в секунду ну что теперь запустим киберпанк прямо с флешки встроенный тест в 2к на ультра настройках графики проходит без фризов и артефактов при этом fps при подключении через usb флешку и при подключении через pc экспресс вообще не отличается время загрузки сохранения из главного меню около 7 8 секунд при любом способе подключения ssd поэтому здесь синтетика ошибалась проблем с мелкоблочкой в реальных задачах у коробочек нет ну и кроме хранения данных и игр такие кейсы можно использовать как универсальные мульти загрузочные флешки гигабайтные образы залетают за секунды в пол терабайта влезет целая библиотека систем с драйверами и необходимым софтом вентой с usb коробочкой подружился сразу же windows 10 таких флешек ставится реактивно быстро так что домашние сис админы берите на заметку еще лет пять назад вот такая компактная флешка со скоростями сотню мегабайт в секунду было супер дорогой фантастикой сейчас ее можно собрать дешевле 5000 рублей на китайских площадках кейсы формата 2230 стоят от одной до двух тысяч рублей а сами диски от трех с половиной тысяч за пятьсот двенадцать гигабайт во первых это самое быстрое компактное игровое хранилище которую вы можете себе купить портативщики могут не разбирать консоль просто подключить по usb-c проводу вот такую коробочку и играть прямо с нее во вторых такие скоростные флешки это универсальный швейцарский нож накопитель для продвинутого компьютерщика в таком компактном корпусе можно хранить с десяток различных образов windows и linux вместе с драйвер паками антивирусами и прочим софтом для настройки пк но и главное вы получаете самую быструю флешку на которую можно скинуть фильм я не знаю за пару секунд но конечно не все так безоблачно без термопрокладок вообще никуда более того кто бы что не говорил размер все же имеет значение вот такая маленькая бычья флешка мне она нравится больше имеет компактный размерчик симпатичная но она не способна отвести от самсунга все тепло поэтому при передаче больших файлов она нагревается до 80 градусов и начинает сбрасывать скорость к тому же если вы хотите купить ssd подешевле не samsung который чистится сам вот такие кейсы не поддерживают trim поэтому простые ssd со временем могут утонуть собственном мусоре но если ограничиться передачей данных в несколько десятков гигабайт за раз никаких проблем не будет 700 мегабайт в секунду на запись и 1 гигабайт на чтение но такое не способна ни одна заводская флешка поэтому если ваши задачи максимально высокая производительность в ультра компактном исполнении бычью флешку брать можно с юсб си ситуация немножечко другая реалтековский контроллер поддерживает trim а значит любые nvme ssd будут иметь возможность избавляться от мусора сам корпус больше массивнее поэтому лучше справляется с охлаждением горячих твердотельников до теплового троттлинга в него можно записать почти половину объема самсунга а это немалые 200 гигабайт с чтением тоже никаких проблем стабильный гигабайт в секунду это потолок самого интерфейса так что если размер для вас не критичен и вы готовы мириться вот с таким вот и избиси кабелем такой кейс будет и быстрее и холодней ну вот и все в принципе тут больше нечего добавить в описании ссылочка на наш телеграм-канал и группу вконтакте переходите читайте подписывайтесь меня зовут михаил крошин еще увидимся пока